Здравствуйте! Сегодня у нас 4 января, Лазаревская. Мы находимся под памятник самолёта Стелла. Самолёт у нас тут находится. Что, мы сегодня пойдём к морю от улицы Единства. Пойдём к морю. Вы увидите весь путь по району у нас как бы бывший аэродром. Что? Видео ведётся на панорамную камеру 360 градусов. Можете смотреть во все стороны. Вверх, вниз, влево, вправо. На мобильном устройстве можете управлять гироскопом. Если управление гироскопом не поддерживается, то просто вводите пальчиком по экрану и видео крутится во все стороны. Вы можете сами выбирать, куда вам смотреть. Если вы смотрите на компьютере, то просто нажимаете левую кнопку мыши и так же видео прокручивается во все стороны. Так, для наилучшей чёткости изображения в настройках YouTube оставите 4К и видео будет максимально чёткое, которое YouTube поддерживает для панорамных камер. Итак, мы идём улица Единства, 4 улицы Единства, 5. Сейчас мы по этой улице, ну отсюда дойдём до моря, до пляжа Багратион. 4 января у нас что? 4 января. Температура сейчас 4 градуса. Вы видите, у кого-то ещё киви на заборе висят. Там есть киви. Это у нас мушмола. Вот, видите, мушмола. Сейчас скоро будет... Так, что у нас тут? Дует очень сильно. Это большая плоскость, большое ущелье у нас. Здесь дует хорошо. Но это, как бы, одно из больших, ну такое большое ровное место. Место, если вы, в принципе, отдыхаете здесь летом, а не на Новый год, здесь очень хорошо кататься на велосипедах. Здесь много прокатов велосипедов. Но, как вы сейчас видите, это магазины. Все зимой в Лазарьской ничего не работает. Это у нас район гостиниц. Слева вправо это всё гостиницы, 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 гостиницы. В принципе, сколько вот ролик идёт, столько идти до моря. Кто-то, вы в комментариях написали, хотим улицу Единство, там какой-то номер. Но сейчас вы видите, всё реально закрыто. Овощи, фрукты. Летом здесь кипит жизнь. Здесь на велосипедах ездят много людей, машины, всё заставлено. А зимой здесь вот один магазинчик на улице Единство 6 работает. До 08. Ветер дует очень такой сильный. По ущелью дует в сторону моря. Периодически, периодически на море можно увидеть виндсерфингистов. Как раз, когда мы подойдём к морю, не знаю, повезёт, если не повезёт. Наверное, не повезёт. Четыре градуса тепла, навряд ли они сейчас будут кататься на виндсерфинге. Но летом, именно когда дует с ущелья, очень хорошо кататься на виндсерфинге, потому что нужен для этого ветер. И также в мае я планирую посетить школу виндсерфинга, рассказать вам, что почём, как обучиться. Если они будут не против, я вам сделаю такой небольшой репортаж. Итак, надеюсь, что мне слышно. Сдаются комнаты. Единство 26. Всё, мы приближаемся потихоньку. Здесь когда-то был раньше аэродром. Аэродром, самолёт, который там стоялся, откуда начался ролик. Самолёт. То, что здесь был аэродром. Если подняться на Курлахаус, на 16 этаж, то видно, там ещё вроде бы два самолёта осталось, которые уже никуда не улетят, их со всех сторон обставили домами. Но они там как бы для красоты, наверное, стоят. Напоминают всем, что здесь когда-то был аэродром. Также есть красивые домики. Единство 32. Такое красивенькое. Тут у них ландшафтный дизайн. Всякие лисы, ёжики. Люди ухаживают за собой. Даже подсветку озеленения не включают. Прямо сразу видно, люди сами живут. А вот здесь сразу видно, что люди сами сдают. Вот сразу отличаются. Но в основном все сдают. Мало-таки тому, что кто-то просто живёт. Итак, мы вышли на Единство 36. И тут вдруг улица Единство заворачивается. А, Тормахово. Тормахово 3, дробь 5. А мы идём с вами дальше. Выходим на улицу Тормахово. Вот Единство у нас закончилось. И мы пойдём на Тормахово. Впереди вы видите большие высотки. Это и есть у нас Коралл Хаус. Коралл Хаус. С него видно, что внизу с забором стоят два самолёта. Так, что хочу сказать. Коралл Хаус. Он расположен под таким наклоном, чтобы инсоляция от именно Коралл Хаус и дома на Малышево, которые возле речки, которые стоят вот таким же наклоном, как Коралл Хаус, они проходят по инсоляции. И мы видим, что каждый дом должен быть освещен. Каждая комната в доме с окном должна в любое время года освещена. Не менее двух часов должен в полноту попадать солнечный свет. Вот дома, которые стоят по Коралл Хаусу. Вот Коралл Хаус по таким наклонам стоит. У него и зимой, и летом всё время здесь солнце, ну, до обида. С обида с другой стороны. А зимой, допустим, зимой вот в эти дома, которые по этой улице ровно идут, автоматически солнце не попадает в комнаты с северной стороны. Если бы они были повёрнуты вот так, тогда зимой у нас солнце, летом солнце садится там, а зимой солнце садится там. И автоматически солнце не попадает в эти дома. Допустим с северной стороны С той стороны от дома Они идут под правильным наклоном Зимой когда солнце туда проходит То на северную часть дома В окна северном попадает солнечный свет Эти дома стоят уже автоматически Неправильно Но это как бы к частным домам Ну как бы желательно Но квартирным домам Те дома которые вы вдруг Квартиру захотите купить Если вы вдруг захотите купить Квартиру Ой Сейчас я вспомню Семейный или звезда То они уже поставлены Без Без этого учета по инсталляционной линейке Но по инсталляции они уже не проходят Но почему то люди перестали Поэтому заморачиваться Это вот Коралл хаус Если вы хотите покупать квартиру То Если вы хотите покупать квартиру И она будет на северной стороне Смотреть не на юг А на север То обязательно смотрите Будет ли попадать вам Полгода В квартиру солнце Или не будет попадать Вот что хотел сказать Что хотел сказать Я пришел к скверу Сейчас мы давайте погуляем По скверу У нас открыли сквер Новый Тормахов сквер Вот Тормахов сквер Давайте его немножко кругом обойдем Ну Вы прибавьте Плюс Две минутки То что мы обойдем Весь этот сквер Зимой дует Хорошо Но летом Летом Ну Ущелье Ущелье в принципе дует всегда Если вы гуляете по ущелью То дует всегда Но летом не так оно Летом дует утром И немножко Перед закатом дует А днем Практически Практически Днем Хорошую погоду Летом не дует Хорошая Тут Можете посидеть Заниматься Кроссфитом Вот Тормахова сквер Также есть Для детей Вот Уже сломали Крутится Крутится Столб уже Сломали Просто реально его Сломали Освещение Такое Красивенькое сделали Сломали Агавы Агавы Сейчас у нас ночью Уже до около Около Нуля Здесь Все время ветер Надеюсь Они выживут Агавы здесь высадили Они растут Очень такие большие Красивые Я уже много раз Рассказывал Что они Раз в 30 лет Зацветают И потом умирают Но когда они За то время Которое они растут Каждый год По 5 Ох Вы прям Чувствуете Как дует Около 5 Отростков Они дают Которые вы можете Потом Рассаживать И будет много Агавы Но Такую зиму Не факт Что они Приживутся Так Куда мы пойдем Ну Можем так Пойти Вот возле Курлхауса У нас появился Что Тротуарчик Хороший тротуарчик Тут у них Закратая своя Парковка Гостиницы 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 Гомберг Бумеранг Это Сейчас мы идем Уже Попали на улицу Эвкалиптовая Эвкалиптовая Еще раз хочу Людям напомнить То что видео Ведется На панорамную камеру Можете сами решать Куда Вам смотреть Если нравится Конечно Можете смотреть На меня Но Лучше смотреть Не только На меня А вообще Везде Кондиционеры Все кондиционеры Вот Собака Глокает Какая собака Выгуливается Так Что Как дует Дует Прям Хорошо Вот У нас Как вы видите Проходим Возле Коралл Хауса И Скоро Мы С вами Попадем На море На пляж Вагратион Самый Ближайший Пляж Без Монтажа Напрямую Мы с вами Пойдем Вот Также Вы можете Купить Квартиру На Предпоследнем Этаже Еще чуть Пониже Без проблем В принципе Местами Видно Целые гостиницы Можно Купить Вы можете Приехать На отдых И заодно Купить себе Гостиница В принципе Без проблем Номеров на 40 Можете 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 Почему не можете Так Проходим Что у нас Здесь Появляется Небольшая Инфраструктура Заканчивается Такой ветер Раз Сдувает Сдувает Головной Вор Еще гостиница Гостиница Улица Эвкалиптовая Стрит Но Но пока Мы Эвкалипта Я Ни одного Не встретил А у меня На территории Моего гостевого Дома Гавана В Чемитаквадже Эвкалипт Растет Из вчерашнего Ролика Как вы Видите Если вы Подписаны Смотрите Мой канал То Агроном Из Одиссеи Рассказал Мне Как его Можно Размножать Я постараюсь Этим делом Заняться Чтобы Чтобы В Чемитаквадже Был Эвкалиптовый лес А вот Улица Аэродромная 2АС Например У нас Эвкалиптовая Сразу попали На улицу Аэродромная Проходим По Отличному Такому С двух сторон Тут Высажено Все Красивое Зелено Очень приятно Когда Люди Перед своим Думом Делают Такой Ландшафтный Дизайн Так Ух Рука Замерзает Аж держать Селфи Палку Напомню Что 4 градуса И вот Если у вас Вдруг Поломалась Машина Можно Купить Много Картошки Апельсин Картофель 20 рублей Картофель Оптом По 16 рублей И мы Вышли К В аквапарку Наутилус Обзор Также Аквапарка Наутилус Можете Набрать Аквапарк Наутилус Лазаревская На моем канале Вы можете Также найти Полный Обзор С панорамной Камерой 360 градусов Я его Делал Полный Вокруг Него Прошел Весь Аквапарк Можете Посмотреть Сколько Там Горок Сколько Бассейнов Сколько Людей В середине Лета В аквапарке Дует Прям Дует Мега Нереально Но Дед Мороз На днях Ко мне Придет И принесет Мой подарочек Который я уже Жду В котором Будет Шумоподавление От ветра Скоро выйдет Отдельный Ролик Моего Новогоднего Подарка Который Я уже Надеюсь На днях Будет У меня Слева Мы проходим Аквапарк Наутилус Лазаревской Есть Два Аквапарка Аквапарк Наутилус И Аквапарк Морская Звезда Который Находится Недалеко От Железнодорожного Вокзала Лазаревская Также Тут Чем Ближе К улице Победа Тем Больше Всякой Инфраструктуры Здесь у нас Небольшой Рыночек Но вы Видите Как все Работает У нас 4 декабря А столовая Работает Комплексные Обеды 200 рублей Можете Покушать Тут также Приготавливают Шаурму Комплексные Обеды Кавказская Кухня Жаркое Сауна Можно Оплатить Сбербанком Онлайн Номер телефона Столовая Все это у нас Работает Летом Зимой У нас Ничего Не работает Только одни Единицы Никто Непонятно Ну Если они Хозяева То они И работают Если они Арендуют То как бы Арендовать Что-то Зимой У нас Смысла Нет Так Феникс Отель И вот Мы подошли У нас Заправка Роснефть Заправка Роснефть Вот мы На этой Роснефть Заправлялись 10 лет Только на Роснефть Мы заправляемся И в том Году Мы заправились И у нас Какая-то стала Проблема Со свечами Пришлось Менять Свечи Сделали Диагностику Свечи Это вот Сказали То что вы Залили Плохой бензин Но как бы Особо у нас Выбора нет Где заправляться Так что Будьте Внимательны Осторожны Но 10 лет Ничего не было И вдруг В один прекрасный День Что-то случилось Так Мы выходим На улицу Победа Сейчас вы видите Как улица Победа Выходит Раз Раздвояется Разходится На улицу Победа И на улицу Лазарева Сейчас я Пройду на улицу Лазарева Вы конечно же Увидите Светофор Который вы Обязательно Будете проходить Через светофор Который у вас Ну сейчас посмотрим Сколько он будет Занимать времени Он Красный Горит около Пяти минут Для пешеходов Пешеход должен За 20 секунд Перейти И пойти дальше Вот с Новым Годом Поздравления И на светофоре Если вы проходите Туда сюда То Время Будет Будем ждать Около Десяти минут Если вы Сходили на море туда И вернулись назад То около Десяти минут Вы потратите Время Только на светофоре Но это мои догадки Давайте Сейчас посмотрим Реально Как оно есть И так же Вот у нас Улица Победа Вот у нас Где все машины Ездят Улица Лазарева Если вы хотите Такой обзор Не такой обзор А обзор Чтобы я Северной стороны Лазаревской Там где Эти две улицы Соединяются В одно Прошел По набережной До речки До южной стороны И до этого места То пожалуйста Поставьте Если этот ролик Набирает 50 лайков То я вам сделаю Такой обзор Вот я подхожу 15 14 Я наверное 14 12 11 10 9 8 7 6 5 4 6 5 4 3 2 1 0 Я не успел Дойти До светофора Машины Поехали И сейчас мы узнаем В реальном времени Вот Я только сейчас Дошел До пешеходного перехода Мне повезло И давайте посмотрим Где нибудь горит Время Время нигде не горит Но засекайте сами Сейчас мы Реально узнаем Сколько нам будет нужно ждать Чтобы пройти Это светофор Это центральная магистраль Центральное шоссе Федеральная трасса На Сочи А148 Или там М3 Как это там Ростов Там Туапсель Или как-то Адлер Называют А148 И 149 Короче Это Это Федеральная трасса Перебегает здесь Дорогу Никому Не советую Трехполосное движение Хотя Со стороны Лазарева Со стороны Там Где Северная сторона Где они раздвояются Не собираются Вместе Там Две полосы А здесь Три полосы С чем обусловлено Я не знаю Также здесь есть Зак и ФС Там парковка И Семейный гипермаркет Магнит Большой Где вы можете Также Попути на море Купить себе продукты Вот Светофор все еще горит Мы ждем Это реально Сколько Вы будете Времени ждать Каждый раз Если вы живете За улицей Лазарева Улица Лазарева Сейчас мы видим Где машины едут Это улица Лазарева Перебегать Возможность есть Но мы постараемся Держать себя в лапах И не перебегать Потому что тут люди Люди гоняют Периодически Если вы живете За улицей Лазарева Дальше В поселок То У нас всего два Пешеходных перехода На Надземных Это где дом быта В центре Лазаревской И там где Где кто Где железнодорожный вокзал Лазаревская Всего Два Два надземных перехода Где ждать не нужно Нужно по ступенечкам Подняться на мост И также по ступенечкам Спуститься Все остальные Пешеходные переходы Вы будете Также ждать Их около Четырех Тире пяти штук У нас по Лазаревской Ну Восемь Ладно Около восьми штук По всей длине Лазаревской Если их взять То вы Вот так же будете Стоять и ждать Сколько людей Реально Ну Сколько времени Вы сами видите Ну вот не успел Если бы конечно Побежал Наверное бы успел Пройти Но если Если вести себя нормально То То Долго говорит Светофор Сколько уже Сколько времени Я не засекал Правда Но Но так вот Бывает Вот стоим И ждем Человек решил не ждать Пройти Но я вам не рекомендую Так вести себя На дороге Где Четыре полосы Две в одну сторону Две в другую сторону Мы подождем Все таки реально Летом Трафик намного больше Чем Чем сейчас Мы его видим Сейчас конечно Есть возможность Но Но к тому же Мы Это Это административное Нарушение Которое фиксируется На видеокамеру Вот Ждем Давайте подождем Летом Светофор Так же Долго горит Вот стоим И ждем Хотим на море Собирается тут Человек Сорок Собирается Вот Машины останавливаются И 22 минуты У меня есть время Чтобы Перейти дорогу Мы спокойно Переходим Отлично Вот Ну за сколько Я перешел За 10 секунд Как бы Вот Все мы разошлись Ну Не все Мы тут на самом деле Где там Очень много людей Собирается За это время Вы Засекли Посмотрели Сколько реально Нужно стоять Каждый раз На светофоре И Что Пойдемте Вот мы Прошли Улицу Лазарева И Пойдем с вами На пляж Также дальше Мы Идем На пляж Багратион Который Находится Возле реки Сизоапсе Отличный Пляж Пляж Хороший Пляж Широкий Рядом Ох Эха Эха Рядом С речкой Ями Суши Тиа Тайм Пойдемте Мы с вами Куда Пойдем Что-то там Пушистое было По тротуару Также Все Одни Гостиницы Но если Это у нас Как бы От железной дороги Мы прошли Там где было Эха Там была у нас Железная дорога Если вы Живете От железной дороги В сторону моря То То что То вам не нужно Ждать пешеходного Перехода Если вы Живете в этих Гостиницах То светофор Вам не нужно Ждать около Пяти минут Чтобы дойти До моря Итак Все закрыто Улица Речная 2 Дробь 4 Улица Речная 2 Дробь 6 Также Виден Автомобильный Мост Речку Мы с вами Скоро Все увидим Также Можете Приобрести Себелье Там Ножи Кавказа Сувениры Разные Все Летом Здесь Полностью Работают Прям Тут Все 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 Сувениры На любой Вкус И во всех Домах Это все Дома Превращаются В гостевые Дома И Как бы Это Это все Гостиница 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 Речная 2 Без Никакой Дроби Это Проход К морю Улица Речная 2 Это Улица Речная 2 А проход К морю Это Вперед Так Тут Также Столовая Столовая Я сразу вижу Три столовые Только на одном Перекрестке Одни Столовые Кафе Вот Какая Там Буква Если Вы Знаете Какая Там Должна Быть Буква Там Буква Т Мне Кажется Буква Т Так Что Смотрите Здесь Дорога У нас Опять Любит Раздвояться Тут Мы На море Не Пройдем Мы Пройдем В Прометей Клуб Сейчас Мы Пойдем На море Нужно Будет Здесь Завернуть Вот Что-то Уже Готовится К летнему Сезону Люди Строятся Поставили Уже Опалубку На Ригеля Это Что-то В пакетах Что-то В пакетах Активо Это Строительный Материал Также Также Здесь Появится Снизу Кафешка Сверху Появится Гостиница Может Даже У вас Получится В ней Пожить Если Вы Хотите Конечно Дыхать В Лазаревской На старых Если Вы Посмотрите Обзоры Пляжи Которые Я Делал В 2019 Году В прошлом Году Которые Я делал То Можете Реально Увидеть Сколько Людей На Пляже В Лазаревской Сейчас Мы Просто Идем Прогулочным Шагом Не Торопясь На Пляж Это У нас За забором Должен Быть Прометей Должен Прометей Но Но Не факт Какие-то Они Все Просто Разные Заборы И Разные Отделки Скорее Всего Это Не Прометей Потому Что Должно Быть Все В Одном В Одном Стиле Тут Немножко Немножко Не В одном Стиле Вот Стеклянно Это Прометей Видите Большой Черный Фасад Стекленный Это Прометей Летом Здесь Ходит Очень Много Людей Также Если Вы Подписаны И смотрите Мой канал То Видели Сколько Людей На пляже А Также Я Периодически Показываю Пляж Чемитакваджи Напротив Гостевого Дома Гавана Также Можете Посмотреть Сколько Там Реально Людей На пляже Также Можете Посмотреть Мой Плейлист Где Собрал Ролики Где Собраны Ролики Про Чемитакваджи Про Наш пляж Про Мой Гостевой Дом Гавана В Чемитакваджи Можете Попасть На сайт Набирайте Просто Чемитакваджи Точка Рф Русскими Буклами 3w По-английски Точка Чемитакваджи Точка Рф И попадайте На сайт Гостевого Дома Гавана В Чемитакваджи Вот За забором У нас Территория Прометея Тут У них Есть Бамбук Бамбуковая Такая Мини Аллея Это Слева Вы видите Летом Это Все Ларечки 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 Где Вам Предлагают Разные Сувениры Коктейли Татуировки Майки Все Вы можете Здесь Купить Вот Также Бамбук Бамбука Рядом С моим Гостевым Домом Тоже Хорошая Большая Аллея Бамбука И Въезд На Автостоянку Чтобы Поставить Машинку За забор Можете Ее Здесь За Умеренную Плату Поставить Поставить Свою Машинку Прокат Колясок Если Вы Едете На отдых С Маленьким Ребенком Но Не хотите Брать С собой Коляску То Вы Также Можете Улица Павлова 24 Не близко Но Можно Сходить И взять Реально Коляску Прокат Реально Но Я надеюсь Что Меня Слышно Сколько Время 9.30 Полчаса Еще Нету Вы Посмотрите По длине Ролика Сколько Идти Реально До Пляжа Все По 100 Все По 100 Как-то Я проходил Было написано Все По 50 Что-то Мне там Понравился Какой-то Надувной Такой Мини Мини Круг Для Стаканчика Чтобы Он Плавал В море Подхожу По 50 И Говорит Нет Это Что-то Стоит 200 Вот Такие Вот Тоже Вы Перед тем Как Что-то Купить Узнавайте Цену Написано Одно А бывает Бывает На заборе Написано А там Дрова Все Так Также Тут Сдаем Комнаты Сдаются Номера Летом Все Все Сдают Как я уже говорил Если Кто Не сдает Тот Мечтает Сдавать Так Дальше Мы Все Идем Вы Так же Вот Вы видите Великолепный Ну не знаю Но это не гостевой Думаю Это уже Что-то Это уже Прям Прям Реально Гостиница Или Турбаза Скорее всего Или турбаза Или гостиница Вот мы О Море Я Вижу Море На горизонте Осталось Буквально Метров 100-150 Все По 25 Рублей Упал Потому что Почему Упал Непонятно В том Году У нас Был Сильный Ветер И На территории Санатория Одиссея Упало 5 Кипарисов Ветер Дул Всего Ну Сильный Ветер Дул Всего 5 Минут И Уронил 5 Кипарисов Но Сейчас В ущелье В ущелье Утром И вечером Все время Дует Ветер Потому что По ущелью Мы идем Улица Аэродромная Она находится В мини ущелье Но летом Летом Как бы Он дует Но Но руки У вас Не замерзают Так Отлично У меня Садится Камера Сейчас Я Подключу Пауэрбанк И продолжу С этого места Уже С пауэрбанком Так Чудо Произошло Я Сейчас Заряжаюсь Ой Кафе Встреча Вот так Вот у нас Выглядит Встреча 4 4 января На улице 4 градуса Еще раз Обновляю И мы Подходим Уже К набережной И так же Если вы Хотите Чтобы я Сделал Обзор От одного Края Лазареска До другого По Всем Набережным Он будет Не знаю Где-то Часа Полтора Два Можно Сделать вам Такой обзор Если вы Хотите Его увидеть То Поставим Этому ролику 50 лайков И я вам Сделаю Обзор Вот люди Видно Что Отдыхали Запускали Салют Выпивали Пиво На Новый год И Поставили Все Там Где Отдыхали Вот Помент Истины Выходим На набережную Тут У нас Встречают Такие Две Русалки Которые Держат Наверное Летом Это работает У нас Фонтанчик Так Надеюсь Что Меня Слышно Хорошо Выходы На пляже Сейчас Закрыты Такими Такими Плитами Бетонными Ну Мы Сейчас Найдем Какой-нибудь Все-таки Выход Постараемся Найти Вот У нас Пляж Вот У нас Ветерок Дует Виндсерфингисты Не катаются Но Сейчас Штиль И Такой Приятный Ветер Сейчас Самое Время Обучаться Катанию На Виндсерфинге Какая-то Семья Все-таки Во пляже Гуляет Давайте Мы Подойдем К морю Так Ох Дует По ущельям Финиковые Пальмы Не прикрыты Там Наверное Хорошая Корневая Система Также У нас Мадамс Стоит В воде Рыжая Кошечка Под Финиковой Пальмой Сидит Эти дома Видно Невооруженным Глазом С Чемитакваджи С нашего Гостевого Дома Именно Вот эти Ряд Домов Можно Увидеть Без Бинокля Просто Посмотреть Напрямую Ровно 10 километров По дороге 18 километров Вот Такой У нас Разнос 10-15 Километров Как Мы Будем Тут Все Заколочено Давайте Ладно Давайте Сделаем Оп Она Так Оп Мы Вышли С вами На Пляж Идем По пляжу Тут у нас Пляж Багратион И опять же Если вы хотите Такой Ролик От Реки Шизоопсе Вот там Где у нас Сходится Победа И Лазарева С южной стороны Расходится Там Где они С северной стороны Сходятся Развояются И сдвояются Я могу вам сделать Обзор Если вы поставите Этому ролику 50 лайков Подписываемся На канал Море Штиль Вода Чистейшая Даже При ветре Но как бы Сейчас у нас Ветер Просто дует Из ущелья Это не просто ветер Который нагоняет Шторм Это Просто ветер Который дует Каждый день Из Из Ущелья Сейчас он мне В спину Прям Дует Вы видите Как отходят Барашки Не барашки А как ряб Отходит В сторону Море Отличное Отличное Море Что видно Центральный пирс На нем Небольшой Маячок Центральный пирс Там где Могут рыбаки Рыбачить Могут рыбаки Рыбачить Кому дали ключ А кому ключ Не дали Те Не могут Пройти На этот пирс Тут Также у нас Пляж Прометея Еще Пляж Счастья И тут У нас Сразу В этом кусочке От пирса До сюда Около Четырех Пяти Пляжей Находится В этом Тут Везде Стоят Мини Заборщики Много Разных Рыжаков А сейчас У нас Вы сами Видите Никто не купается Никто не загорает Плюс Плюс Четыре Градуса Солнце Свидет Погода Шикарная Подписываемся На канал Ставим лайк И пишем В комментариях Что бы вы Хотели Такой же Обзор Увидеть У нас В Лазаринской От такого Места Пройтись До моря Обязательно Это сниму И Наверное Следующие ролики Уже будут На более Звука Звука ветра Как бы Обещает Производитель Моего новогоднего подарка Не будет Будет Чисто хороший Звук Без шума ветра Подписываемся На канал Ставим лайк До новых встреч Пока Стоял тут И под ногами Увидел Ракушку Вот вы можете Гулять И собирать Все ракушки Но зимой В Лазаринской Кроме Собирать ракушки Делать нечего Делать нечего